Еще вчера они только встали на лед, а уже сегодня сражаются за медали всероссийского турнира «Золотая шайба». Мальчишкам не больше 10 лет, но подход к игре как у взрослых. Тренеры не дают поблажек. В младшей группе за медали сражалось 5 команд. И только победитель городского этапа поедет играть дальше в областном финале. Чемпионы из команды «Чайка-1» делятся формулой успеха. У нас вторая пятерка очень хорошо играет в пас. И первая. Я выехала за ворот. На меня нападали два игрока. И я хорошо быкрал. Потом меня бросил в живот. Она выпала у вратаря. И я ее добил. И был гол. Тренер второй команды «Чайки» медали «Золотой шайбы» выигрывает несколько лет подряд. Но каждый раз волнуется, когда их получает. Турнир у нас начинался очень сложно. Как бы говорится, дерби был у нас «Чайка-1», «Чайка-2». Мы проиграли по булитам им. Потом у нас была игра с авиатором, которая как бы дала шаг ребятам, чтобы они пересмотрели свою игру. Проиграли мы, но уже вышли с «Меридианом», совсем другой командой. И как бы обыграли «Меридиан» и заняли второе место. Еще один медальный лидер турнира – клуб «Меридиан». На его счету в этом году три медали в разных возрастных категориях. 12-летние хоккеисты завоевали золото. Десятилетки и те, кому 14 – бронзу. Мы все довольны турниром. Родители, дети. Тем более в этом году. Мальчишки, некоторые пришли у нас первый год на лед встали. Для них это вообще был сверхсуперский турнир. Первые шайбы заброшены. Спасибо организаторам, что прошло все замечательно. Зовите нас на дальнейший еще турнир. Я думаю, что у нас сезон не закончился. То есть организовывайте. Мы будем рады принять в этом участие. Отметила Федерация хоккея «Самара» и лучших игроков турнира. Чемпионы «Чайка-1» взяли два индивидуальных приза. Куча галкипера и бомбардир. У серебряных призеров «Чайка-2» результативные линии нападения. Непроходимая защита у команды «Меридиан», занявшей третье место. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин. Редактор субтитров А.Семкин.